В России его практически не найти, раз он столько бабок стоит, правильно? И перхоть полетел. Могнемся? Теперь вы знаете наглядно, как, что, какой Дайсон вам покупать. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, а рядом со мной моя сестра Вика. Всем привет! И сегодня мы решили снять для вас обзор на два стайлера Дайсон. Мы хотим сравнить эти две модели, насколько они отличаются друг с другом, и вообще, в принципе, какой из них лучше, какой стоит покупать и так далее. Потому что, когда мы задавались вопросом, какой стайлер купить, ну, как бы, Вика, когда приобретала вот этот стайлер, вот этого еще не существовало. Теперь, когда вышел вот этот, его очень сложно найти. Сейчас в России его практически не найти, ну, можно, но где-то очень редко. Эта модель вышла буквально, ну, сколько, пару месяцев назад? Ну, официально в июне 22-го года. А, ну, вот пару месяцев назад она вышла. И эту модель можно сейчас зато приобрести где-нибудь за границей. Так что, имейте это в виду. Обязательно поставьте лайк этому видео, потому что оно буквально будет руководством. Да и вообще, в принципе, я думаю, что всем будет интересно посмотреть, что же такого в этом стайлере, раз он столько бабок стоит, правильно? И подписывайтесь на мой канал и на Викинг канал, ссылка в описании под этим видео. Погнали? Погнали. В первую очередь, давай-ка расскажи-ка про свой стайлер. Это модель первая. Да, ну, что тут есть? Тут фен, вот насадка фена. Она снимается и насаживаются другие насадки. Это для локонов. И причем у меня, оказывается, для коротких волос. Я об этом узнала вот буквально пару недель назад. Как-то я не задумывалась. А еще тут вот, когда накручиваю, думаю, что-то у меня половина ровно накручивается, остальное нет, никакого объема. Оказывается, у меня для коротких волос. Дальше это брашинг. Да, я им челку укладываю. Щетка-расческа, но есть еще точно такая же, только она не такая мягкая, как эта. Вот такая же. Но я ее не привезла с собой, подумала, зачем мне столько таскать, а одна мне достаточно. А, ну вот насадки, кстати, здесь есть для толстых локонов и для более тонких. Вот толстые, вот тонкие. На левую и правую сторону. У меня, видите, 4 их. Где еще 4? Вот она. А, вот. 4 у меня, а у тебя получается 2, да? Да, а у меня получается, сейчас еще к моему перейдем, у Вики получается 4, потому что в одну сторону и в другую сторону. И эти насадки нужно постоянно менять. В этом состояло главное как бы... Неудобство. Да, главное неудобство. И у Вики еще лимитированная коллекция, то есть именно в таком цвете вот этот стайлер считается как бы лимиткой. И плюс у тебя еще идет чехол, правильно? Где он? Чехол, да. А, у тебя такого нет уже? Нет, что-то не стало. Вот чехол для переноски. Ну, косметичка такая. Путешествие брать, кстати, очень удобно. Он из такого вот дорогого бархата. Я беру с собой. Кстати, я так и привезла его. И здесь внутри посмотрим, что тут есть. Ну, вот два кармана есть маленьких. Сюда насадки кладу, которые колятся там, брашене, машине. А середина уже все основная. И на магните вот так. Пресс. И все. Вот, собственно, Вика пользуется Dyson. Ты довольна? Я очень довольна, да. Ну, я когда увидела вот это, то я тоже захотела. Ну, а подумала, блин, у меня это недавно будет. Хотя там насадки, они все взаимоподходят друг на друга, взаименяемы. Ты знаешь, что делать. Да. Теперь. Давайте покажу вам свой Dyson буквально быстренько. Потому что у меня есть отдельный ролик с обзором и распаковкой на вот этот Dyson, как я делаю укладку. Так что обязательно посмотрите его на моем канале. Ссылка на этот ролик тоже будет. Вот здесь либо в подсказках, либо же в описании под этим роликом. Посмотрите, прям не поленитесь. Следующее, значит, что я хотела показать. Собственно, вот он сам футляр от моего Dyson. Он идет в синим цвете. И неважно, по-моему, какой бы Dyson вы ни купили, по-моему, ко всем уже идет вот такой вот футляр. Если у Вики, который дома есть футляр, там крышка несъемная, то теперь здесь они решили сделать съемную крышечку. У меня, по-моему, снимается. Не снимается. Я тоже смотрела, да. А вот здесь бархатная такая вот штучка. То есть, по сути, Dyson можно сюда положить и использовать это как коврик термозащитный. Сама вот эта вот штучка тоже прикольная. То есть, такой soft-touch материал. Dyson сам выглядит точно так же, собственно, как и вот этот. Но у меня цвет это никель и медь. И серебристый цвет, вы можете заметить, что он даже отличается. Вот здесь он больше такой серебряный, а здесь более такой асфальтовый. И вот эта медь, она реально вот здесь оранжевый, а здесь именно медный такой оттеночек. Разные были. Розовый, по-моему, еще такой здесь серебро, а здесь уже медный цвет. И, по-моему, синий еще, да, цвет? Да, синий. Но синий найти практически невозможно. И дороже. Дороже он стоил? Да. Не, он такой же по цене стоил, да? Не, ну на официалке, ну, там-то нету. Нету там, да. Там и с длинными-то нету, с длинными насадками. А вот это у тебя тоже? Да, вот это тоже такая. Также здесь идут две насадки уже. У Вики четыре, у меня две, потому что как раз-таки поток воздуха регулируется за счет того, что здесь закрылки, как у самолета, знаете? Чик-чик-чик, ага, для тонких и для длинных. И давай-ка сравним теперь по длине. По длине, вот. Это точно у меня для коротких, а у тебя для длинных. Как Вика сказала, это конский, а это ишачий маленький. Да, как у ишачонка маленькая. Кто понял, тот понял. Вот так вот выглядят эти насадки. Так, и у меня фен, посмотрите, он здесь тоже с регулировкой воздуха. Правда, я еще сама не разобралась, для чего это нужно. Потому что здесь, видите, такие стрелочки. Но однозначно какая-то идея здесь преследовалась. И для чего это? Это, видимо, как у меня на фене Дайсон именно есть. Для разглаживания пушистых волос. Вот так вот, наверное, проводить. Для меня как раз, посмотри, что такое. Да, брашинг точно так же, кстати. Вот, посмотрите, цвета брашингов тоже, ну, разные, да? У тебя матовый, а у меня такой оттеночный глянцевый. У тебя стальной такой, да? Да, да, да. У тебя более такой футуристичный. Фироси. Я такой, да. Вот, насадка пожёстче и насадка помягче, собственно. Давай-ка посмотрим эти насадки, они одинаковые, нет? Ну, у тебя уже, по-моему. У тебя уже, а у тебя прямой ровный, видишь? Да, да, вверх, да? А у меня чуть-чуть вот так вот. И здесь вот эта вот у меня вот жопка побольше, да? Ага. Ну и, собственно, карабень сама выглядит вот так вот для хранения. Давайте сделаем укладки сейчас и посмотрим, как это всё будет смотреться. Я предлагаю сегодня, чтобы ты сделала укладку на мой дайсон, а я на твой. Потому что твой для коротких, а мой для длинных. И как раз посмотрите, как вообще работают эти дайсоны. А, то есть я твоим? Да. Полностью? Тогда полностью, а что? Ну давай. Я же в предыдущем видео, скорее всего, показала, как делается укладка на... Я почему решила взять с длинными насадками? Потому что эти длинные насадки, они подходят от средней длины до длинных волос. А короткие насадки, они подходят на короткие и супер короткие волосы. Да. Но, если у вас есть предыдущий дайсон, то вы можете купить отдельно вот такие насадки. То есть они продаются? Они продаются, но они тоже стоят не 3 копейки. Всего этой жизни. Требут денег. Пофиг найти дайсоны. Мы с Викой вчера купили вот эти кимано очень классные, шикарные. Посмотрите. Да, вот сидим здесь рассекаем. А ну-ка давайте проверим. Вот это получается твой дайсон. И я сейчас сюда длинную насадку прикреплю. Ну, она действительно? Да, она подходит. Включай. Реально. Идет. Висит. Все, ну мы в ускоренном темпе. Сейчас будем делать себе укладочку. Так, что я делаю? Ну, я сначала подсушиваю чуть-чуть. Нет, у меня сухо. А ну-ка давай, скажи свое первое мнение о первом локоне. Это мой первый локон. Как он? На длинную насадку. И он выше, да, получается? Да, он выше, видишь, идет. То есть на обычную насадку твою у тебя локон где-то вот до сюда был бы, да? Да, наполовину. Ну, может из-за того, что я постриглась не дам? Ну, я чуть-чуть состригаю вот. Чуть-чуть состригаю. Нет, все-таки длинная насадка. Есть длинная. Конь есть конь. И шаг не может быть конем. То есть ты вверх сначала поднимаешь, так что и делаешь? Какой вверх? Ну, он делишь на две половины волоса, да? Да. На две или на три. Смотри, как от пустоты. Да, без зеркала сложно, да? Угу. Смотрите, у меня на короткие насадки, на короткие волосы тоже, ну, то есть локон достаточно высоко поднимается и хорошо смотрится. Ну что, вот такие укладки у нас получились. Давай распушим. Один, два, три. Хопа-на! И перхоть полетел. Посмотрите, какая крутая укладка получилась. И у тебя, и у меня, да? На ваших глазах родились голливудские прически. Звезды? Да, звезды. Первую очередь звезды и прически звезды. Голливудские звезды корейского происхождения в узбекских чапанах. В узбекистане. Смотрите, значит, я себе накручивала, получается, на короткую насадку. И у меня, видите, объем чуть ли идет не от корней. Ну, не от корней, но чуть-чуть с отступом. Но объемная такая укладка получилась. Здесь не локоны, а именно, я бы сказала, объем. На брашинг, на фен такой укладки никогда не получится. Сколько я не пробовала, сколько мне не делали, не получалось. На Дайсон все-таки какая-то своя, да, такая атмосфера. У тебя что? У меня локоны, которые я обычно кручу на свой, да, если. Но у тебя, во-первых, быстрее, я заметила. Я потому что своим долго кручу. Ну, из-за того, что он короче, понятно. У тебя насадка для коротких волос, но ты крутишь на длинный, поэтому заняло больше времени. Но ты быстро накрутила сейчас. Вика быстрее сделала себе укладку, чем я. Потому что у тебя была, наверное, длинная насадка. Все-таки тебе нужно. Видите, здесь косые такие направления, а здесь прямые. Ага. И что? И что, мне вот это больше нравится. Махнемся? Вот как выглядит укладка для коротких волос и для длинных. Теперь вы знаете наглядно, как, что, какой Дайсон вам покупать. Что хотите, то и делайте, в принципе. Да, можно сейчас зафиксировать. Ну, не этим, сейчас лаком волны зафиксировать. Это просто, что вкусно пахнет персиком. Но очень классно. Кстати, у Вики, так как темный и родной цвет волос, у нее не так менее заметно, текстурно. Но все равно локоны есть. Вот я здесь вижу, и они вот где-то вот до середины, как минимум, накрутились. Да, и сразу такая, знаешь, объемность. Вот до этого видели, мочалка была? Видите, да? А сейчас разглаженная. А сейчас, да, разгладились. Разгладились, но при этом аккуратные, богатые локоны. Да, да, да. Они как бы тоже до сих пор кудрявые. У тебя и предыдущие тоже были как бы кудрявые. Да. Но сейчас как будто разглажены, и как будто ты их подчинила. Да, да, да. Вообще, я не против локонов, да, кудрявых волос. Мне нравится. Но когда они вот так вот аккуратно ухожены, а не так, что помыла башку, и все, у тебя во все разные стороны. Что это такое? Вот, друзья. Так что обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на Викин канал, на мой канал, ссылка в описании. И что сказать еще по поводу Дайсона. Если есть деньги, то берите. Все. Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. А что, я порошенко возьму?